Доброе утро, друзья! У меня сегодня такая беготня. Короче, ночью у Артемия болел живот, поэтому мы очень плохо спали. Несколько раз вставала, лекарства ему давала. Все прошло, но мы спали долго. И в 9 утра звонит Алишер и говорит, сегодня приедут строители. Типа, скоро приедут, тебе пора вставать. Я такая, окей, хорошо, сейчас встану. И ровно через 5 минут приезжают строители. А я такая... В общем, я надеялась, что он вышел. Говорю, ребята, можно, пожалуйста, 5 минут, мне надо одеться. Они подождали. Вот уже начали что-то делать. А мне надо сейчас срочно привести себя в порядок. Дом прибрать и прочее, и прочее. Короче, не ожидала такого начала дня. И так жарко. Слушайте, я в футболке и в спортивных штаммах. Я уже вспотела, пока тут ходила. То есть сегодня прям реально жаркий день будет. Вот. Что бы такое сделать с волосами? Сегодня полную голову. Так. Хвостик я не хочу. Может, две косички. Дульку тоже не хочу. Дулька, кстати, пока еще не получается с такими волосами. Потому что вот они такой длины. Поэтому чаще всего две косички. Две косички сейчас сделаю. Так. Где мои шпильки? Надо в лоб загрузить и переодеться. Красивое платьюшко. У меня здесь в качестве модема мой старый телефон. Это Tacho SE. Он утопленник. Поэтому он врубается постоянно, если он не на зарядке. Я его использую в качестве модема. Второй год подарят уже. Очень удобно. Покупаю вторую синьку и с нее раздаю в интернет. Я так вчера сконнектила принтер и компьютер и все там. Все документы там распечатываю. Вообще не пожалела, что я принтер взяла. Вот только уехали, а мне уже понадобилось. Мне кажется, дом поднимает. Наш раз такие звуки страшные. Наш дом сейчас похож на муравейник. Приехало 4 или 5 человек. И они все бегают в округ дома, занимаются работами вот этими мелкими доделками. Все кто-то что-то делает, все копошатся. Мы тоже туда-сюда бегаем. Мы не завтракали, хотя уже 10-20. Я в первый раз так сложно встала за последние полгода, мне кажется. Впоследствии этой бессонной ночи. Мы бы, наверное, спали еще дольше, если бы не позвонила Али Шер. Ну, в общем, сейчас мы будем завтракать. Я уже поставила вариться кашу, правда, без молока. Не хочу Артеме сегодня молочку давать. И не знаю, что еще раз съел. Ну, что-то съел. Руки тут могли быть грязными. Вот. И сегодня, когда они закончат, надо за водой сходить. У нас буквально литр питьевой воды остался. И это маловато. Безьма тут сидит, грустит. Я достала его мясо размораживаться. Еще, наверное, минут сорок ждать. Я знаю, что нужно в кипятке, но... Чуть-чуть подождет. Господи, у тебя какой хороший. Майя, на тебя ходит. Такой хороший. Сидит тут, сидит. На улице жара. Реально, смотрите, я с самого утра в клатье, и мне жарко. Я туда-сюда хожу. Здесь, на кухне, ледниковый период. Она за ночь остыла. Просто у меня мурашки по коже. Потом куртку накинула. Сейчас быстренько все приготовлю, и мы пойдем сразу на улицу есть. Ты довольный? Нормально все? Настроение? Ты выспался? Хорошо себя чувствуешь, да? Соплюх мой. Не переживайте, кто переживает, что он кашляет. Это нормально. Ну, вот, растянулась у него эта болезнь. Я думаю, через неделю кашляет пройдет. Он болеет-то сколько? Он с субботы болеет, то есть еще меньше недели. Без температуры, все в порядке. Короче, все по классике, да? Вот единственное, если бы ты не кашлял, я бы сегодня тебе в бассейне разрешила поиграть. Но поскольку ты кашляешь, пока еще нет. Так что обещай побыстрее выздороветь. Договорились? Да? Обещаешь? Что задумался? А ты обещаешь? Я поняла, ты обещаешь. А Рекса там под кроватью трясется от ужаса. Я ее даже кормить пока не буду. Она все равно от страха ничего съесть не сможет. Рабочие уедут, и тогда ее покормят. Да, сразу побежим. Итак, прошло несколько часов. У нас почти закончились работы. Я вам покажу, что сделали. Еще я позвонила, узнала, сколько стоит спилить наши деревья. В общем, наши три березы будут стоить 12 тысяч. Вот эти вот наверху. А вот эта елка будет стоить 6 или 7, я не помню. Вот, Артемя тут скучает. Хочется, мы поскорее пошли за водой, но вот закончим все, и мы пойдем. Заказала я на завтра вывоз мусора. Вывоз мусора стоит 7 тысяч с грузчиками. Подняли нам... Укусили, бельненький. Подняли нам туалет. Он теперь ровно стоит. Вот, оказалось, дело двух минут вообще. Удооо. И что? Сейчас будем готовить комнату бабушки с дедушкой. Я вот сняла наклейки с окон. Уже они сразу такие красивенькие стали. Вот, потому что надо, надо готовить пока погода. Хотя, пока я подготовлю, погода, наверное, кончится. В общем, надо все там обустраивать, чтобы они могли поскорее переехать. Я знаю, зачем я услышала. Надо еще сажать семена. Но я не хочу в такую жару идти в парнике. Я, наверное, вечером туда пойду. Потому что если я туда сейчас пойду, я вся взмокну. Неохота. И так. Все. Бригада уехала. Нам все доделали. Я очень-очень рада. Потому что это, блин, галочка, что мы это закончили дело. Вообще круто. Блин, как у меня лицо загорело. Я сейчас в зеркало вижу и понимаю, что я уже успела загореть. Хотя стараюсь этого не делать. Привет, Рекса. Короче, что сделали? Вот тут порожек вдоль печки. Здесь железный лист. Все как положено. Теперь это безопасно. Так. В доме, внутри дома вроде бы все. Ой, блин, сто процентов забыли. Точно. Забыли. Хотела еще попросить вот это вот сделать. Попросила. И, конечно, мы все забыли. Ладно. Сами вкрутим там один саморез. На что? А чего? Не знаю. На капельку похож. Там наверху. Сейчас вам покажу. Там залили. Раствором. Дырку вокруг трубы. Там кирпич и раствор. Зайка потом. Свинарник. Вот. Вот это сделали. Только сзади там раствора не хватило. Но мы уже сами домажим. Самое главное было вот здесь вот. Вот. Это чтобы тепло не уходило. Чтобы звукоизоляция была хорошая. Доделали вот здесь на чердаке окно. Ну, в смысле, не окно, а вокруг него вот эти вот все уголочки. Вот тут. Такой контраст, что... Вот. Видите? Вот эти уголки сделаны. Теперь тут красиво. Так. В чем дело? Тут на окне вот эта штука открыта. Я не понимаю, как закрыть его оставлю. Короче, пока так. Главное не забыть, что оно открыто. И закрыть его вечером. Так. Это то, что было внутри дома. Потом... Сейчас я покажу. Артемий, нет. Слезай. Слезай. Артемий, там на чердаке грязно. Там строительный мусор. Там опасно. Там нету той комнаты, как обычно. Там все завалено. Понял? Так. Идем дальше. Что у нас вот здесь вот. Вот этот блок подправили. Сделали рамку. Потом, когда покрасим, это все будет смотреться очень красиво. И сделали ливневку по-другому. Сейчас обойдем вокруг. И протестировали ее водой. Кстати, пока они работали, я уже, помимо того, что перемыла кучу посуды, навела порядок, я вот тут вот в теньке начала прополку. Чуть-чуть сразу цветы стало видно. Очень жарко работать. Не могу прям, фу. Неподходящая погода для этого. Вот сейчас в доме буду красить. Днем самое то. Вот. Короче, сделали вот так вот ливневку. Она висела вот здесь. Они ее подняли вот туда наверх. И теперь вот так вот стекает и течет в ту трубу. И вот в эту тоже попадает. И тут это у нас остатки всякого разного стоят. Вот. Так что все. Они теперь все доделали. Все чудесно. Лишер сегодня расплатится вечером. Вопрос будет закрыт. И, как я уже говорила, я заказала на завтра вывоз мусора. Я думаю, что сейчас. Сейчас мы пойдем за водой по второму. Придем пообедаем. И надо красить. Надо красить. Надо приводить в комнату папочки с дедушкой. Я уже чуть-чуть подобралась, но немножко. Комары, зараза, кусаются. Просто жесть. Ура! Мы идем за водой. Артемий, стой! Стой! Пошли! Ура! Потому что с самого утра хотели пойти, но нам строители сбили наши планы. А Альшер сейчас, он сегодня пораньше закончил. У них там электричество отключили. здание, поэтому они не могут работать. Вот. И Альшер сейчас в Лерой Амерлен закупает карнизы, которые нам нужны. Вот. И всякую мелочевку. Вот. У меня один какой-то тоже вышел за водой. Слушайте, сегодня такое летнее лето. Прямо настоящее. Я такое удовольствие получаю. О! Я сейчас покажу вам, какого цвета я хочу, чтобы у нас был дом. Извините, что вода так шумит, а что-то коляска. Я не подумала о том, что она будет такой громкой. Вот такого цвета хочется. Так. Телефон искажает этот цвет. Более насыщенный на самом деле. Все. Я иду. Я все мокрая. Тут так интересно. Люди спилили деревья около своего участка. Сделали такие стулья. Прямо гениальная идея. Мы вернулись. Не привычки. Перегрели еще оба Артемию. Разрешила бегать босиком. Играть с водой. Он там из бутылки все вокруг поливает. Вот. А сама предложила ему приготовить на обед не обычную еду, а фруктовый салат. Очень жарко. Я голодная, но я вообще не хочу ни мяса там, ни круп никаких. Бээ. Вот. Поэтому у нас сейчас будет салатик из персика, банана и, наверное, яблочко добавлю. Может, что-то еще посмотрим. Может, у нас еще какие-нибудь груши там завалялись. В общем, сегодня по лайту, потому что жара-жара. И это просто чудесно. Серьезно. После этой зимы. Так здесь хорошо. Шли обратно. У нас по линии ходил мужчина. Спрашивал. А зайка, удобрения не надо? Я говорю, не, не надо. В общем, промышляют все, кто могут у нас тут ходят. Кто металлолом. Мы собирают. Эти тоже ездили на днях. Кто разводит удобрения. Кто ремонт предлагает какой-нибудь. Вот мама сказала еще позвонить. Мы с ней сегодня разговаривали. Позвонить и узнать на тему того, сколько стоит машина щебня. Потому что, вы видели, у нас очень сильно испортилась линия. И надо бы дорогу поправить. Вот. Для этого надо узнать, сколько это стоит. И поговорить с нашими соседями. Ну, у кого есть автомобили, по крайней мере, предложить им скинуться. Мне кажется, если мы там, ну, скажем, человек 15 скинемся, там вообще будет недорого. А дорога будет хорошая. Просто... Ладно, мама, она на своей машине нормально проезжает. Но мы на своей еле-еле, потому что она низкая. Мы днищем, скребем там защиты каждый раз. Ну, вообще, это неприятно. Пока Алишер стоит в пробке по пути сюда, из-за какой-то жесткой аварии, из-за которой встало все шоссе в нашем направлении, мы с вами отправимся красить двери. Да, этот день настал. Ура! И... Ну, собственно, я начну с нашей двери. Я буду снимать ручки и красить в два слоя краской без грунтовки. Сейчас приступим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Ты что, под крыльцом сидела, что ли, заходи? Вот, короче, наводим красоту. Я довольна. Сейчас надо пойти животных покормить и отчаливать уже в сторону... Нет, не кровати, в сторону компьютера. Сейчас посмотрим, что там Саша с Элишером сделали, доделали они или нет. Алисор просто с ног до головы в этом вонючем содержим сливок. Короче, не удалось починить раковину до конца, там надо гафру покупать новую, длинную. Или Шербин, не замучился, пошел в душ. Отмолодцы от этого всего. Зачем мы этот день и закончим? Потому что на новые свершения нас уже явно не хватит. Я поэтому собираю тут все, что было оставлено за день. И закругляюсь. Поэтому, ребятки, мы с вами увидимся завтра. Завтра приедут гости к нам. на какой-то гости, которые тоже будут работать на участке. Те самые, которые должны мне помогать. Все. Так что спасибо всем за просмотр. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok